Астраханский арбуст, радувский сыр и уральские самоцветы. Вот они, региональные бренды глазами детей. Выставка под таким названием открылась прямо у зала заседания, где как раз таки сейчас. В это время уже взрослые обсуждают, как развивать эти региональные бренды и защитить производителя. Анонсируя эту встречу, в Совете Федерации отметили, разговор будет откровенным и деловым. Год назад спикер Верхней Палаты парламента Валентина Матвиенко поручила сенаторам зарегистрировать как минимум два региональных бренда в каждом субъекте. Сегодня на расширенном заседании парламентарии отчитались о сделанной за год работе. Так, этой осенью в Госдуме в первом чтении рассмотрели законопроект о развитии товарных знаков. Гражданский кодекс вводит новое понятие – географическое указание товара. Например, можно запатентовать адыгейский сыр, либо кубанские яблоки. По мнению Валентины Матвиенко, бренд станет не только лицом региона, но и привлечет дополнительные дивиденды. Географическое указание четко связано с местом происхождения товара. Оно не может быть передано другому лицу, не находящемуся в соответствующей местности. Продукция, маркированная географическим указанием, дает потребителям представление об изготовителе, качестве товара, наличии в нем особых свойств, которые определяются местом его изготовления. Еще один объект интеллектуальной собственности, который уже определен в Гражданском кодексе – наименование места происхождения товара. Но и это не до конца защищает региональных производителей от подделок. Вениамин Кондратьев обратился к Совету Федерации с инициативой присваивать географическое указание только тем товарам, которые произведены из местного сырья. Например, кубанская сметана должна быть сделана исключительно из кубанского молока. Изготавливать ее могут только на заводах Краснодарского края. Те, кто расфасовывает, просто расфасовщики, они не должны прятаться за местом происхождения товара. А сегодня они прячутся за местом происхождения товара и абсолютно не отвечают за то, что лежит в той баночке, которую они расфасовывают. Я еще раз хочу подчеркнуть, что есть абсурдная ситуация, когда гречка. Можно найти пакетики, где написано «на гречке произведена на Кубани», но на Кубани гречка не растет. То есть использовать бренд, произведенную на Кубани, оно становится сегодня максимально, конечно, конкурентоспособным. Но конкуренция должна быть честной и настоящей. В этом случае мы поможем и производителям, в том числе, серхозпродукции. Но и на самом деле наши жители не только края и страны будут есть на самом деле кубанскую продукцию, настоящую. Огромная просьба как вариант. То есть мы что просим? Все-таки внести изменения, насколько это возможно, в статью гражданского кодекса, в части добавить словами, что производство товара и сырья, выращенного исключительно на территории субъекта. Спасибо большое. Коллеги, я попрошу рассмотреть секретарь предложения, которое Вениамин Иванович высказал в плане совершенства законодательства и отразить в решении. Спасибо. Мы видим, какая тревога есть в регионах и сколько еще надо сделать для того, чтобы все упорядочить. Тем временем в крае уже работают механизмы, которые призваны защищать и продвигать товары. В регионе созданный единый бренд, сделанный на Кубани. Знак качества присвоен уже 95 предприятиям Кубани. Сегодня ярким логотипом они маркируют более чем три сотни товаров. Обладатели знака качества получают займы под низкие проценты и налоговые преференции. Поправки в гражданский кодекс, который инициировал губернатор Кубани, станут дополнительной помощью в продвижении наших продуктов. Это будет прославлять территорию, продвигать товары наши, обеспечивать конкурентоспособность на рынке и делать территорию привлекательной для туристов. В этом есть мировой опыт и в этом направлении мы сегодня отмешиваемся. На заседании Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать стратегию развития региональных брендов. Эксперты считают, что такая маркировка товаров поможет стать дополнительным стимулом для развития агропромышленного бизнеса.